Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 апреля. У меня по-прежнему не обогревается эта теплица ни снизу, ни сверху, потому что перед этим были прекрасные солнечные дни с такой жаркой погодой. Здесь нагревалось само, но сейчас ситуация изменилась. Вот здесь у меня 10 градусов. Сегодня днем у нас будет плюс 6 и пасмурно. Может быть вы слышите дождь? Сегодня будет у нас дождь. Значит никакого тепла из мне от солнышка нам не дождаться. Что я делаю в таких случаях? Вот с такой сранно высаженной рассадой. Конечно в таких случаях я даже не буду поднимать никакие вот эти пленки укрывные, потому что солнца нет, все равно их вечером закрывать. Я бы не открывала их совсем. Я сейчас просто открыла для того, чтобы мне нужно проверить, не пересохли ли стаканы. Вот эти квартиранты, которые подселенцы, из-за них много хлопот. Те, которые высажены на постоянное место, я их за весь этот период полила один раз. И в грунте земля же сохраняется, она не пересыхает. А в стаканчиках объем грунта небольшой, 500 грамм, и они пересыхают. Их вот так закрыть и на несколько дней оставить нельзя. Все равно приходится там шариться, проверять, какие высохли, какие не высохли. Пересыхают неравномерно. У кого-то корневая система больше, у кого-то меньше. Какой-то выпил уже воду, а какому-то еще не надо. Вот сейчас мне нужно пройти, посмотреть по рядам. Все. Увлажнить стаканы, которые сухие, и снова их закрыть. Со всех других районов областей нашей страны приходят тревожные сообщения. Вот сегодня утром села, прочитала. Елена Ванькова написала, что ветер с домов крыши у них снес сугробов на мело. И она пишет, даже собаки не хотят идти на улицу гулять, вот высунуть нос из подъезда и бегут назад. Что даже собакам страшно на улицу выйти. Но я ей ответила, что у нас тоже идет похолодание. Единственное, надеюсь, что без сноса крышу не снесет по динам. Но холодная погода ожидается. Как я вам уже говорила, у нас как периодами. Вот прошло вот это теплое окно, которое очень-очень помогло мне благоприятно. Вот так сказалось, что я тут и не отапливала теплицы. Тут было тепло, они позеленели, они растолстели. Но сейчас нам придется три дня перетерпеть в заточении, вот под пленочками. Сегодня будет плюс семь, а ночью всего плюс три. Прошедшей ночью было плюс шесть градусов. Была прекрасная погода, поэтому я здесь ничего не грела. Сегодня уже будет плюс три. Слушайте, завтра будет ночью всего плюс один. Это уже холодновато. И завтра у нас будет снег. А днем всего три градуса. Так что здесь будет погода. Уже буду стараться лишний раз двери не открывать. И все. Послезавтра в пятницу у нас тоже будет снег. И ночью уже минус два. Вот это вот холодный период будет четверг, пятница и суббота. В субботу будет ночью ноль. А с воскресенья опять пойдут плюсовые температуры. Плюс три, плюс пять, плюс шесть, плюс семь. Буду как раз высаживать вторую теплицу. Но что я делаю вот в такой период, когда холодно и солнышка нет? Конечно, вот эти пленки. Все, что там было тепло, нам нужно уберечь. Чтобы как можно меньше тратить нам электроэнергию на подогрев. Сейчас быстро пройдусь по стаканам. Прикрою. Пока здесь тепло. Пока здесь вот очень хороший плюс. Прикрою с природой данной нам бесплатно. Нам это нужно сохранить. День они простоят. А ночь, если я приду и увижу, что внутри тоннеля температура земли, ой, ну общая вообще температура, не земли, а вот даже вот у них там будет опускаться и опуститься, например, семь, пять. Я, конечно, включу какой-то подогрев. Или будет подогрев вот этот инфракрасный. Или я могу, как я вчера говорила, у меня же всегда есть на запасе подогрев грунта. Я могу вот последующие два-три дня я могу включить подогрев грунта. И вот то тепло, которое от земли будет выходить вот сюда, в маленьких объемах, вот в этих, в тоннельчиках, его хватит. Всю теплицу вот эту всю обогревать не стоит. Мне нужно сосредоточиться вот на этом объеме воздуха, объеме грунта, чтобы было им хорошо. Но я им сделаю, я думаю, хорошо. И минус два, это не критическая температура. Вы же помните, что в первое время тут было и минус пять, и минус четыре, и минус три. Вот за бортом теплицы. Все это мы пережили. И этот холодный вот такой, я боюсь только ураганного ветра, как бы не снесло, правда, вместе с теплицей меня, вместе с этими томатами. А холода такого минус два мы не боимся. Вот это обзор обстановки в теплице, обзор ожидания вот этого опять похолодания. Вы помните, не так давно я снимала видео, что ждем холода. Вот был холод минус два ночью, два дня, потом опять тепло нас побаловало, потом опять холод. Вот сейчас будут такие скачки температур всю весну. Но это у нас всегда так. Этим нас не удивишь и нас не испугаешь. Меня испугают показания термометра только минус восемь, минус девять. Вот тут я не знаю, что делать. И под конец повеселю вас. Мне один раз написали комментарии люди, что вот так же росли томаты. И когда передали у них, что будет минус десять, ну и прогноз потом оправдался, они снова выкопали все эти помидоры, занесли домой прям в куче, в ванне. Два дня прошло, они опять пришли и снова высадили. Вот в это верится с трудом, но бывает, что это единственный способ, чтобы сохранить рассаду. Если бы она у них до этого стояла весь период дома, она бы, конечно, не была такой зеленой, такой толстой, такой красивой. Можно сказать, что они ее вырастили здесь. А в критической ситуации они просто сделали такую жесткую эвакуацию, потом снова принесли и высадили. И она так же, они же живучие помидоры, ну подумаешь, пересадка. Точно так же делают в деревне, когда в этих в парниках, ну в земле-то углубление делают, в парниках выращивают до ботанизации, до цветения, потом выкапывают, пересаживают в огород. Ну это то же самое. Вот эта идея, хочу подсказать тем, у кого уже будет вот совсем безвыходная ситуация, в случае, если идут крутые морозы, и если вы знаете, что у вас замерзнет эта рассада, и вы уже нигде не возьмете, у вас нет запасной, можно просто выкопать на день-два, а потом снова посадить на это же место. Все, до свидания. Бывают и такие чудеса в огороде.